Алишер тизерил выход нового материала неделю назад. В его инстаграме он вёл обратный отсчёт, и фанаты гадали, что же это будет. Оказалось, что это очередной громкий ход от Моргена. Он выпустил сразу два трека и один клип, фит Сака 47 и совместный трек и клип с Тимати. И две эти работы можно объединить тем, что это фиты с громкими хитмейкерами старой школы. И Алишер, по его собственным словам, это мост между старой и новой школой. Сегодня мы подробнее поговорим про эти работы, но перед началом хотим посоветовать вам один крутой магазин. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок, и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые, конечно же, можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж в 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись в этом сам. Ссылка в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Тимати любит сотрудничать с другими исполнителями. Чего только стоит его скандальный совместный трек с Гуфом. Или новая песня, выпущенная в компании Джигана и тиктокера Дани Милохина. И он не так давно получил совершенно неожиданное предложение от еще одного музыканта. Моргенштерн и его саунд-продюсер Слава Мерлоу записали видеообращение для Тимати, в котором они попросили его о сотрудничестве. Мы ждем вас в гости в нашем трэп-доме, чтобы сделать для вас главный хит вашей карьеры. Правда, сделали это молодые люди в привычной им провокационной манере. Они поставили несколько условий. В будущем его услышит огромное количество людей, а также в его инструментал и текст не должны вноситься никакие правки. Саунд-продюсеры и рэпер города заявили, что для Тимати настала пара громких хитов. Музыканты попросили своих подписчиков атаковать рэпера большим количеством комментариев, чтобы тот не смог отказаться от такого потрясающего предложения. И Тимати ответил команде Моргенштерна. Артист согласился на сотрудничество, правда предъявил и свои условия. Он не будет вносить поправок в трэк, но взамен он снимет клип с участием рэпера и продюсера и вставит туда столько рекламы, сколько посчитает нужным. Фанаты с восторгом отреагировали на заявление Тимати. И вчера трэк таки вышел, и название ему «Эль Проблема». Совместная композиция рэперов Моргенштерна и Тимати по традиции записана на продакшен от Славы Мерлоу. Трэк, как и говорится в названии, повествует о проблемах популярных исполнителей, связанных с большими деньгами. Вместе с трэком вышел и клип, который также можно разобрать. Так давайте же сделаем это. Тимати подписывает документ. Договор, по которому он переходит на лейбл «Утренняя звезда». Это значит, что он переходит на лейбл Моргенштерна. Также в шуточной форме в документе описаны условия, которые можно прочитать, если остановить клип. Там написано, что Тимати переходит в рабство к Алишеру. Доходы делятся в соотношении 99 к 1, в пользу «Утренней звезды». И прав на треки у Тимати больше нет. Тимати соглашается, видимо, потому что это всё равно лучше «Блэк Стар», который в треке ещё будут 10. Тут всё по классике. Много женщин, дорогие локации, конечно же рекламные интеграции, которые Тимати завёз в клип на огромную сумму денег, но об этом чуть позже. О чём читает Элишер в припеве? На испанский манер рэпер сетует на свои проблемы. Он не знает, что выбрать, Ламборджини или Феррари. Только такие проблемы есть у богачей. Собственно, весь трек именно об этом. Моргенштерн опять показывает свою цепь, которая стоила много миллионов рублей. Собственно, на одном из стримов, посвящённых записи альбома «Легендарная пыль», Моргенштерн в прямом эфире передавал огромную сумму наличными ювелиру в руки. Тут Моргенштерн до конца не произносит аббревиатуру всем известной запрещённой в Российской Федерации террористической организации. В законе о СМИ есть статья А4, которая запрещает упоминать экстремистские организации без указания на то, что эта организация ликвидирована или запрещена. В клипе же Алишер при этом взрывает бомбы. Мы переходим на парт Тимоти. Этот кусок клипа нам интересен тем, что здесь Тимоти, как автор клипа, делает отсылку на недавнюю видеоработу Дрейка под названием «Love Now, Cry Later», где исполнители также катаются на гидроциклах. Это практически цитата, ведь даже ракурсы в обоих клипах одни и те же. Тут сразу несколько интересных деталей. Во-первых, вторая интеграция, на этот раз чебупели, которые Тимоти держит прямо перед камерой. Интересный способ скрытой рекламы. Также слева от рэпера мы видим Чипенкоса. Рэпер везде представляется как Амин Чипенкос или «Твой братишка Чипенкос». На его ютуб канале есть много видео, где он отвечает на вопросы перед камерой. Оттуда можно узнать, что родился он в 89 году, а рэпом занимается с 2007 года. О себе говорит так. «Я всех знаю, и меня знают все». Строчка про клубы – отсылка к одной из самых популярных песен Тимоти в клубе, которая была популярна в конце прошлого десятилетия. «Когда мы в клубе, чипсы танцуют, пусть город знает, с кем он тусует». Алишер напоминает ему, что пришло время молодых, и эта песня уже не актуальна. И действительно, текст, который написал Моргенштерн, звучит хитово из уст Тимоти. В июле этого года рэпер Тимур Юнусов, которого все знают как Тимоти, удивил сообщениям о выходе из организованного им в 2006 году лейбла. Все последние новости в 2020 году поклонники рэпера узнают из его инстаграма. Эта заметка тоже появилась на личной странице артиста. По словам певца, он решил сам рассказать о случившемся, чтобы в СМИ не появилась искаженная информация, которая возникает на основе домыслов и комментариев. Тимоти сам оповестил общественность о своем решении. По его словам, решение ухода из Blackstar было принято нерезко. Оно достаточно взвешенное, поскольку были переговоры с партнерами, которые вели совместную работу более 20 лет, изменили музыкальный рынок, создали оригинальный бренд. Говоря о причинах ухода из компании, рэп-исполнитель добавил, что его коллегам важно находиться в деле, как Гуглу и Амазону, а самому Тимоти больше по душе системы руководителя Тесла, Илона Маска. По словам артиста, коллектив перевоплотился в группу компаний, а это привело к потере той оригинальности, которая была раньше. Основной акцент ставился на оборотах, статистических данных и остальной бюрократической работе, без которой не может существовать ни одна успешная фирма. Фит с Элишером – первая громкая работа Тимоти после ухода с Blackstar, и надо сказать, он действительно стал лучше, по крайней мере на этом треке. Зная, что текст писал Элишер, можно сказать, что он таким образом задисил черную звезду. К тому же подписал Тимоти на утреннюю звезду, что еще более иронично. В кадрах из казино засветился Ислава Мерло, виновник всего этого торжества. Надо сказать, что его бит стал подспорьем для еще одного настоящего хита на долгое время, видимо до его следующего коллаба с Моргенштерном. Вот к чему мы говорили про интеграции. 50 миллионов рублей – неплохая сумма. Это значит, что клип окупился еще до своего выхода, и парни еще смогли на нем заработать. Неплохой финансовый мув, надо признать. Мы заметили всего три возможных бренда – Чебупели, Дикий Мед и, возможно, Луи Бетон. Ну и надо сказать пару слов про фит Алишера Сака 47. Это работа с будущего релиза Вити, под названием «Старая школа». И что характерно, Моргенштерн в треке неплохо читает в стиле как раз-таки старой школы. Особенно крутых отсылок в треке нет, кроме того, что Моргенштерн упоминает свою давнюю любовь к творчеству Ака 47. Моргенштерн как-то на шоу Урганта сказал, что именно Витя Акана учил его рэпу. Вот его цитата. Я начинал еще с рэпа в 11 лет. Мне мамочка подарила микрофон, я тогда наслушался Гуф и Ака 47. Это мои учителя, ответил рэпер. Занимался рэпом, меня зачморили старшаки в школе. И я подумал, что это не мое. Заканчивается трек отсылкой на предыдущую совместную работу музыкантов Ра-та-та-та. Ну а на сегодня у нас все. Что вы думаете по поводу новых треков Алишера? Пишите свое мнение в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!